Подожди, давай двери закроем, то сопротивление большое. Два инвалида. Бомжи украли, короче, Запорожец. Ставь что-то на металлоприемку. Оторвем. Я это черт, инвалид. Бомжи украли Запорожец. Опять снимаешь пену. Гаденок. Павло любит. Мисками жрет кока-колу. Слушай, можно тебе бороду, кстати, в кока-коле красить? Будет красиво мне. Она будет переливаться. Да? Сладкая борода? Мух ловить будет. Да? Хочешь сладкую палочку? Не только бороду макает. Ты шо? Я, пожалуй, отойду чуть дальше, Павло. Парашечка. На каплоторных лодок там еще какая-то большая американская фирма. Она прямо к соседям себе тоже все заставлена. Лодками, на лодке, так, везде. То есть у них, ты знаешь, типа, кто-то научился, потом кто-то... А, я тоже. Ну, Павло. Кто-то... И Олендер Ванин. Да. Прикламывается. И шо там? Шахер его знает. Что-то. Он сравнивает 6 на 6. Ушли в интернет. Ладно, давай рассказывай. Давай, босоноги, мочи. Давай теперь про... Про фондов не слышали. Давай про Тойоту расскажи что-то, Валер. А про Ниссан есть у тебя история какая-то? У меня есть, правда. Ну, его фамилия же не Тойота, а Тойота Даген. Да. Давай с Фольцвагена начнем, да? Да. Виттлера, кашка еще таблина. Давай про... Какая-то собака остановила на Одесской трассе, остановила Фольцваген и меня вместе с Фольцвагеном, блядь. На 150 тысяч гривен, блядь. Русик, не мочи, снимай. В смысле? Как остановила? На 150 тысяч гривен, блядь. На 150 тысяч гривен, ремонт. А на чем ты был? На Ниве? На Гольфе. На Ниве я бы не заметил. Туфу, разбила собаку, блин, не убрала, поехала. Я ночью на нее наехал. Ёлки, ты ж смотри, куда едешь ночью. В минусе. Я смотрел, когда машина подлетела, я начал смотреть, здесь было заднее вида. Почему я подлетел? Может, это олень был, а не собак? Не-не-не, я потом вышел пойти посмотреть, на что я наехал. На колесо, на собаку, хрен его знает. А, пошел? А, прихожу их там, блин, такое количество, блин, дохлых, да, собак. А, стая бежал. Регистратор, ну, ночью освещение не было, собака ноет, ну, ну, черно. Так, а что степситич, грин ремонт? Да. Слышишь, я еду в белую церковь на зеленой мечте. Знаете ж зеленую мечту? Ну, типа голубой, только зеленая. Короче, еду в белую церковь, где-то часов... Ну, как? Не заметил, да. Вон, на 45 гривен. Тут, блин, бородач. Слышишь, да подожди. Не-не, там не такая радостная история. В районе Василькова, понял, там это же окружная, останавливают менты, блин, в 7 утра где-то, или что-то, ну, рано я ехал. Короче, останавливают, говорит... Я никого не вздумал, а вы покажите, что... Говорит, помогите мне, говорит, чувака машина ночью сбила, говорит, помоги завезти в морг. Серьезно, блин? Ну, знаешь, они стоят, говорит, мы уже 2 часа стоим, говорит, никого не можем, блин, поймать, чтобы завезти. А Руслан жмуровоз, как бы, он и так в лес возит каждый день их, ну, типа... Реально завез, блин, ну, правда, чувак координаты оставил, говорит, кто там тебя будет, на этой трассе, кто тебя будет останавливать, говорит, что ты... Подождите, а загрузили одного? Звони мне, говорит, я ему набрал провод. А, сопровождения не было? Не-не, ехали они впереди. Мокрого, мокрого повесили на Русика. Не, ну, реальная история... А Руслан ехал, и забыл, что у него жмурда... И шина, видно, забросал сверху, да? Ты хоть, знаешь, возле дома ходит и воняет уже... Не, утром приходит, говорит, мол, что ты так воняешь? Ладно. Это у нас случай был, мы поехали... В зверюги. Поехали на дачу, поотдыхали, там, за счет у дружка девятка была новая. Новая девятка? Да. Тихо, Валера, дети смотрят. Короче, ты сам, ну, поотдыхали на даче, потусили, все. И, мол, Вася, ну, ты сам, завези мусор, там, типа, возле дома мусор, говорит, да, да, без проблем, завернул мусор, кулек же, и все, багажники в девятке оставил. Приехали, мы все, там, что-то собрали, чемоданы и улетели в Турцию. Неделю, дни 10, может, две были, короче, прилетели с Турцией. Набирает, ржет, просто уграет. Укатывается, я говорю, ну, что случилось, ты не представляешь, что случилось, говорю, что. Ну, я иду в машине, завожу, мутанты, говорит, так, аккумулятор, говорит, ладно, говорит, воняет, я говорю, что случилось, ну, там, уже вода залилась, или что. Мусор, говорит, сдача, где? А ну, солнце, лето, тепло. Так, а вы, может, зимой тогда ездили в Турцию, а не, зимой. Турция приезжает, мужик, на диагностику к там, это самое, это еще на Подоле было, напротив холодильник. И надо было сделать, типа, компьютерную диагностику. Ну, и я прихожу с компьютером, этот, сотрудник там лезет, засовывает штырь этот, я встаю, на улице, говорю, блин, что так бздит? Реально, аж, блин, глаза слезятся, такой, взор. А чувак, хозяин машины, говорит, наверное, что-то с этого, с холодильника коптить повезли. И я говорю, ну, блин, потом, короче, что-то там сделали диагностику, надо смотреть эту машину. И, короче, я говорю, пойди посмотри, что-то, говорю, по-моему, с вашей машины воняет он. Да нет, говорит, не может быть. Я, говорит, осенью куриный помет на дачу возил, я говорю, его, чтобы насыпом возили или в бардачке, говорю, ну, воняет, говорю, трындец. Короче, пошел сотрудник, говорит, за водительским сиденьем лежит пакет целлофановый, в нем загнило три качана капусты. Чувак-моряк осенью ехал с дачи, осталась капуста в салоне, он ее забыл, она замерзла и гнила там, блин, размораживалась, замораживалась. Он полгода или три месяца был в плавании. Короче, вонь такая. Поставили эту машину на улице под забор и приоткрыли окна чуть-чуть. Так люди, которые проходили мимо машины, начинали смотреть на обувь и обступили в говно. Шли на соседнюю остановку, да? Машина в боксе, закрытая, оставили на ночь, утром воняло в боксе, через машину с закрытыми окнами. А я помню, ты на Покатуху приезжал, тоже запах был. Да, давай, не замесай. А была же тема, мужик едет, наш зелеблю. Смотрит, ну, осень такая уже была. Мужик валяется возле дороги на велосипеде. Ну, ехал так и упал, да. Не, просто упал. Он к нему, блин, пьяный. Ну, такой думает, подвезу его до села ближайшего и выгружу. А я загрузил велосипед в кузов чувака, положил его туда, блин, и поехал. Через 150 километров спал, блин. Он не возвращался, зорит, еще спит. А, так живой, просто заснул. Прикинь, чувак. Чувак просыпается, представляешь, он прикидывает. Думает, вот это я по пьяни. Тур-де-Франц лупанул. Нет, это и жизнь. Так а что из жизни, прикинь, что ты просыпаешься, ты между Коломей и Киевом оказываешься. Так что, анекдот у нас в цепени перестал ездить. Короче, ехал чувак на матуши для пассажира, и чтобы ему не задувало, он куртку одел задом наперед. Короче, тут его потерял, тут валяется возле дороги. Едут там в коновал и, блин, смотрят, валяется чувак, у него шея в другую сторону. Так они переехали его, или что? Нет, просто шею устроили. С дружком таксовали, приехали там до одного мужичка, короче, там, такого прожженного таксиста. Там что-то за рации там у него спрашивали, что там установить. Ну, мы малые там что-то нам. Дружок и пират. Было это. И что-то, что-то, слово-заслово про таксистскую жизнь, про заработки. Говорит, самый большой заработок у меня был в городе Луганске, на сел самолет со стилей хода пьяного пассажира. Вот, самолет на Москву летел. Его высадили, осел самолетом, выкинул. Прохоров был или что? Прохоров или Абрамович? Да, он в Москву. Таксист его забирает, короче, и тот говорит, что-то там в Москву. Тут, говорит, я его катал, катал, катал. Говорит, ну понятно, что в Москву же я его не повезу. День я с него взял, там нормально что-то. Как до Москвы? Да, и высадил, говорит, я уже не понял, там, в какой-то церкви сказал, что, говорит, Храм Василия Блажин. Говорит, тут, говорит, ага, да, хорошо рассчитался с ним и... И уснул. И тут, говорит, просыпается, куда, где вы? На метро поехал. За те деньги, говорит, я купил себе автомобиль. Вот я не знаю, сколько там он заплатил. Говорит, за те деньги я себе купил автомобиль, уже не помню какой. Ну, тот же девятку эту новую, что завонялось, наверное. Не, ну, это дед старый был, там, еще, про советские времена рассказывал. История. Вот так, говорит, что чего-то... Теперь ты ищешь и по Киеву, ездишь, ты клиентов ездишь, да? Да, на Хаммере. Хаммер, видишь, бережет на оффроуд, нет, а даже на лайт не берет. А еще попадают сонбоссы в рязных штанах. Не видишь, с кого увозить, Валенчик? Да. Ну, перевелись, видишь уже люди, то. Ты же, крест, колбасу. Ты говоришь, девчина такой позаемный, у всех людей наказывает, это, иди ты, я. Да, выключи шатей. С робом. Что, нельзя рассказывать на камеру? Нет, ну зачем? Ну, ладно, давай. Пойди, Пойди, Валерий, Валерий отдай вот эту наружную часть, пусть эта отвезет в Коломыве. Светляшка твоя. Это моя. Презерватив тебе многоразовый передаю. Московский. Сносу не будет ему. Ты же говорил, что ты бывает перепутаешь стороны? Двухсторонний! Этикетки внутрь, а если его снизу изолентой поднимать, то... Размейте подменку, а он не будет, и раз так надо поорудовать. Павло, только как-то сними ему аккуратно. Стой, стой, стой! Мазок тебе бутерброд такой. Да не, подожди, сними ему эту верхнюю часть. Только держи за колбасу. Сними ему верхнюю часть, Паша. Валерий? Ну а кому? Хорошо. А что завтра делаем? Или завтра просто по домам? Крась ему едет, и... Завтра сюда уезжаем. Какой же у тебя закон физики покажешь? Сжигаем у колбасу. Так, раз. Видишь, и вода не идет. Сейчас пойдет. Хлеб, хлеб! А вот этот, что видел. Послали кризис. Физрук, блин. Забросьте ему туда еще что-то. А ты ж был физруком, да? Павло, да, был. Физруком был? Да. Такая же, ты не видишь повадки его. Станьте, дети, станьте. Девочек за попу на канат, это помогало. Ты видел, что он канатом натер, какой мозоль? Спереди. Усаживал. А что вы думали, когда если вы выбирали? Профессию? Профессию, да. Они думали, что смогут пи***ть детей указкой. А тебя из-за этого уволили, да? Времена прошли. Нет, у нас была такая классная... Ну, доминируй ты, думаю, да? Дуба сила этими указками за себе этот палец. Спасибо. Спасибо. Спасибо, пока-пока. Нормально? Чтобы новую указку купили, или же? Да. Ты-то бы хоть не сильно укуреный уволил? В инстаграме будет одни фотки этого. Покатуха, да? Синейкой указки, да. Который в «Жигулях» тройки ездил на заднем сиденье, передняя снята была. Да ну рассказывай. Под два не достал бы. Доставал. Сабонис достал бы. Через заднее окно руку выкладывал. Так это как у этого, наверное, у него задняя дверь была, как у короченные «Жигули» были. Как в «Прилуках». Как в «Прилуках». Знаешь, не посмотришь, я офигевал. А это же люди для людей сделали. Я вам серьезно говорю, машина, реально, я 90 только что ехал к вам, спешил. Да ладно, 90. 90 ехал, причем легко, можно было соточку, но тормозов нет. Карту двери аж загнуло изнутри, так быстро ездил. Яна, говори громче об этом. Нет. Говори громче. А ну дай я тебя проверю. Ты молодец, ты сегодня жжешь. Валера, ты не езжай. Это грибной суп. Так, пошли, мы куда идем? Купаться все, да, Эль? Идем, прикинь, иду по пляжу, это самое, а что он торчит? Ничего себе. Прихолог, да. Нашли чье-то пиво, короче. Ретро пиво. А где оно? Из 90-х пиво. А, вон оно. Вон пиво из 90-х. Ну так за руку держи просто один другого, да и все. Представляешь, сколько оно здесь пролежало. Твоя лебедка сейчас закинем крёвки и зацепим. Не надо, он не смотрит, будет домой ехать в твоей машине. Да я тебя крепко буду держать. Прикинь. Это отлив, вода была вот отсюда, видите, отлилась. И пиво нашлось. Держи его крепко. Это пиво. Спарту сделал. Дай ему бутылкой правой. Ну, держи одну. Отпустил руку еще. Все, отпускай, пусть пьет. Вот его крепко держатся. Это была спарка проворонная. Это была спарка проворонная. Добыли пиво. За такое надо выпить дело, блин. Тут был оффроуд когда-то в этих местах. Смотри, он тебя держит за руку. Ты одну бутылку зацелешь, даешь ему. Держи бутылку. Он тебя отпускает и берет бутылку из рук. Клад такой, представляете, повезло. Да, да. Отошла вода и нашли пиво. А вот так. Говорит, купите золотую цепочку в цыгане этому еврею. Еврею такое говорит, ну давайте, у вас будет сдача со 100 долларов? Они такие, ну да, будет. Короче, покупает он эту цепочку, иду они дальше по вокзалу. Ему там кори говорит, ну что, ты бил, говорит, покупать у цыган золото? А он ж паленый. Он говорит, ну 80 долларов это сдача настоящая. Одевай теперь в кепке второе фото. Да давай с другой стороны теперь. Подожди, а тут и я помещаюсь, а то я по центру стою, там где номера. Все, на меня смотрите. Класс. Сейчас, подожди, я вот так сделаю. Снять. У меня съемка идет. Да, у меня съемка идет. Съемка идет. Сейчас, съемка идет, съемка идет. Вот так я снимаю. Таня, вот сюда, вот сюда. Блин, сейчас, я сейчас. Так что ты хочешь делать? Ну вот так. На тебя идем? Не, на тебя. Давай. Давай, пошли. Стой, стой, инструмент. Я же говорил, убери. Ниву убери. Сейчас, Ниву убрать. Подожди, давай двери закроем, то сопротивление большое. Два инвалида. Бомжи украли, короче, и Запорожец. Ставь что-то металлопередемку. Оторвем. Не, за чем, это инвалиды. Бомжи украли, Запорожец. Раз, ты кашляешь, а я не понял. Давай, короче, ты сзади, я с фенойди и побежал. Так я говорю, в ТР-3 можно участвовать спокойно. Раз, занесли на точку, вынесли. Твоя очередь, Андрюха. Давайте теперь вынесем. Не, 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 не. Валерчик, ну все, выкиньте этот стаканчик, на который наступил. Герося. Ля, ля. Давай, на Бог его положим. Руслан, нужно в сторону Киева развернуть. Возьмем еще бомбу развернем. Смотри, он вместо спортзала. Смотри, когда купил Запорожец. Когда курва начнешь спортзал ходить. Оторвал. А передний оторви. А ну, покажи, что в трусах тебе. Все нормально, не очку. Валер, тебе за 180 отдам. Тут подклеишь, а тут пошпаклюют. Так они в лучшем состоянии, чем Запорожец? Они в лучшем состоянии, чем Запорожец. Поклевка не отпадает. 150 со скидкой, а сколько без скидки они стоили? 7. 7 тысяч? 7 тысяч? А курс какой был? 8? 16. Ха-ха-ха-ха. Вот и вступили сюда свой контент. А он не с пальцем высасывает контент. Основные все переезды таковые. Это машина действительно для путешествия. Ну, для экстремального. А вы мимо только. А на нем до 20 тысячи километров по асфальту ехать. 70 километров. Причем прикроем? Причем прикроем? Причем прикроем? Мне вот понравилось, допустим, я на фейсбуке смотрел. Чуваки, да хватит тыкать это все. Дай поговорить с людьми. Курга. Что это? Что это? Ну и что? У людей грузовой Мерседес, которые возят там грузы в холодильник. Они сделали будку к нему и эта будка типа стоит на подставке и когда они собираются куда-то ехать, они эту будку переставляют. А в будке реально квартира трехкомнатная. То есть ремонт такой, ну вот все такое прямо кайфовое. И с этой будкой, а у Мерседеса это вообще раз 500 тысяч замена мало. Следящая автошапка, смотри. Можно ехать там через 200 метров. Видим? И он съедет там сотку. Ну правда тоже там другая фигня начинается. Ты должен стоять в грузовой очереди и так далее. Ну да, представь, перевезти ее там в Африку куда-то по моему перевезти грузовик. Про унимух разговор идет. Унимух дом. Так в Африке по нормам выброса не пройдет. Это не так, знаешь, какого-то города по Балканам там прокатиться, Монголию там съездить. Я еще понимаю. Ну это то что-то сломается, купи запчасть потом. Конечно. По два месяца ждать. Проще на трафике на каком-то ехать. Конечно. Совершенно верно. Ну, думаю, что можно сделать. Вот и ладно. Я такой тоже начал путешествовать. Тоже думал. Знаешь, типа, о, там, знаешь, все там... Ты знаешь. Знаешь, на таких коль... А зачем? А надо. Зачем допускать? В Европу там вообще до никуда не ехать. Слышишь, подожди, Андрюха. Так я по правильному пути иду или нет? Ну, типа, 100%. Нет, ты вообще бы никуда. Ты вообще бы никуда ехал. Да. Он меня поражает. Да, троечина. Хорошо, что доел. Экономичное, легкое. Видео можешь назвать «Поворот не туда», Руслан. Ха-ха-ха. Я можешь по-другому показать. Эй, Павло. Подожди, я тебя с Яной сфотографирую. Турне на Троещину. Турне на Троещину, да? Турне на Троещину, да? Турне. Турне на Троещину. Турне на Троещину. Можно на нем поехать, Андрюха? У нас была дурная идея. Поехать на Шишигах в Париж. На Шишигах в Париж? С кем? С слепым у вас? С Лаваном. Только я говорю, надо еще одну на запчасти вести. Как эти, в побеги идут. На жесткой цепке. И одного съедают. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Павло мочит. Хорошо хоть камера в ключи нашу записали. Ха-ха-ха. Чтобы они не поехали, не дай бог. Слышишь? Андрюха, если они тебя будут звать в Париж на Шишиге, за три дня они сожрут тебя. Ха-ха-ха. Рус, вы говорите, типа, я рассказываю, у меня колледж военный есть. Он сейчас уже в отставке с того года, он уже офицерник. Тихо-тихо. Уже на дембеле. И он служил за Байкалием. Стой, давай я вас оттолкну, пацаны, вы там поговорите. Ха-ха-ха-ха. Он говорит, я переводился, уже создал, говорит, что там совок отвалился. У меня, говорит, был реально, говорит, у него там стоял, короче, 66-й нулячий. Он его признал нулячий. Нет. И мало того, что 66-й нулячий, у него 4 зипа лежало еще в кузове, короче. То есть, говорит, реально, ну, понял. То есть, ну, я так понял, что когда совиц развалился, они там типа, намутили, да, типа. И он, говорит, я почитал, что сюда его типа было... Невыгодно? Ну, невыгодно, типа. Топливо, покупали. Так бензин тогда дешевый же был. Ну, короче. Месяц ехать, зарплату уже месяц почти. Купить здесь такое, две такие, да. Чуваки, что это на буханке снизили с Харькова? Не-не, подожди. Паша, Паша. Так а по Парижу? Давай закончим тему. Подожди. Кого вы планировали в дороге сожрать в Европе? Одну машину это. И человека ж сожрать, он же машину вез, он должен вывезти ее с Европы. Машину сожрать мы планировали. Не-не, ну а ее ж кто-то гнал бы, кого-то ж сжирали бы. Ну тебя б сажали, посадили в фунг, выхлоп завели туда. А то мы б тебя не победили. Слышишь? Давай историю расскажу, как мы ездили в Прилуке, днюха у Вадюхи два года назад. Короче, поехали мы в пятницу вечером. Вернулись во вторник или во понедельник. Не, в понедельник вечеру вернулись. Четыре дня. Ехали? Ну как-то так получилось. Шиши уже утопили, чинили, меняли масла там все. Шприцом медицинским меняли в мостах масло в раздатке. В 20 кубовом? Да. А? Наш слепого. Ну фары под водой были, чтоб ты понял. Фар не было видно. Слепой резанул по спецучастку на лебедке. Потом она заглохла. Мотор под водой. Как-то там работает на двух цилиндрах. Ну короче, было весело. Есть там. Главное не прикуривать бензин. Ха-ха-ха. Давай второй дубль. Просто орвешь сегодня ты. Валера, давай еще что-то интересное. Зараза с шестого там. Это не сонник. А про помаду и яйца что-то Валера тут прочел такое. Ха-ха-ха. Валера, к чему вы эти яйца в губной помаде сняли? Поставим сонниками. Дадим сонниками. Наверное, у нас запорожцы поедешь домой? Трактование. ята на какую-нибудь плату надо тебе поменять? Посмотрите, если я займу니. centuries of Teenage, это сделать and deny Amี่i1апп Eurosce. Ключ на ключ. Да. 192 доллара, а 1880 нет. Почем я его поставляю на авто-рел. Эээээээ. На üそうですね. 1800 Павло, 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 ты так пресс не напрягай, так ногами дрыгаешь, ты чё? Что, вы считываешь или что? Ну, пытается же вывести форму, потому что, как бы, это я так, я это с потолка взял. Давай, у вас на фоне Субаро еще нету ни одной фотки, я вам сделал. Экономически необоснованные ответы. О, теперь с Андрюхой. Андрюха, Субаро и вы втроем. Сейчас Валера экономически обоснован. И Яныны ноги. Валера, сейчас все в рваных штанах, выйди на крещатик, идиот. Выйди на крещатик, идиот. Выйди на крещатик, идиот. Слышишь это? Я зашил, видишь, что-то едет. Так и я зашил, смотри, я зашил. Сейчас Сев зашил. Слышишь, видишь, с зелеными нитками зашил. Не белыми, не черными, а зелеными. А, ты в тренде? Так это ты два года назад шил, да? Еще домохозяек. Какой шов, спрашивает еще один. Слушай, этот и штопает, и на пилигам обрабатывает запорудование. Все уже. Доставай право. Садись. Так что это? Смотри, люди стали расходиться уже после ваших штанов. Да подожди, я что-то хотел тебя спросить. Я хотел Фолт себе этот взять, этот Самсон, ну, блин. И шо? А зачем он нужен? Я не знаю. Сейчас открыл, и он спал три дня. Это довод, аргумент. Мне всегда казалось, что с Нивой, с ума как-то плюс-минус, машина одинаковая. Там, по-без такой того мосты. Ну, блин, так, в Ниве, это же, блин, лимузин-то садись. Ты не можешь достать пассажира-соседа, да, то есть, блин, ты достанешь. Короткие у тебя же ручки, Валера. Валера, а что-то ручки у тебя такие, вообще, коротенькие, вот. А когда ты так крикнешь, там такое эхо у тебя ведет. Это в какой машине? Вообще капец. Во-первых, кабриолет, да. Во-первых, он одной половиной жопы сидит на твоих коленях. Да. Я не представляю, что у человека в голове вот творит это. Ну, слушай, ну, стой, 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 знаешь, ты такой, знаешь, через минуты какой-то придурок, придурок с несом, ты такой, глаз открыл, и конь, тогда поти. Маша, смотри, сейчас вот, через 10 минут они вдвоем у**али. У**ли, поссать или пойти зубы почистить? Нет, сука, куплю я Запорожец сегодня. О, где гугл? Как Запорожец, где купить Запорожец? Посрать забыл. Сука, обосрался и в Запорожец едешь, да, или что? Обосрался в Запорожец уже. Да, а денег же, я нету, блядь, пошел уже на еду. На бумагу нету, или что? На Запорожец. На Запорожец, да, вызывал? Ну, конечно. Отдавал всем натурой? Нет, это ж ты натурой рассчитываешься. Сколько ты раз за двухсотку рассчитался, скажи? Кредитный лимит, думаю, на карточку Руслану закрыли уже там. Когда Руслан узнал, что у него нету денег на то, чтобы рассчитаться, спросил тут, как он сказал, а теперь ты меня. Это твои фантазии там. Он все банки перекидал уже, зло этот самый, видишь, откинуться. И короче. О, класс. Слушай, что платить больше, с тем Запорожец такой. Опа, сегодня праздник, Руслан откинулся. Дай мне что-то кину туда ему. Фоловеры, образуйте. Дай мне банку, я кину. Ты что, дурак или что? А у вас теперь не будет идти у вас от этого конфликта. А чтобы у тебя детей больше не было, я переживаю за будущее. Не бойся. Не бояться? Знаешь, сколько миллионов в минут он украл у людей жизни и ты самое? А, да? Слышишь, мне нравится, когда, когда комменты пишут, блин, лучше бы я смотрел на сварку. Это после моих видео пишут, ты представляешь? Руслан, откуда ты сейчас поедешь в докставение? От комментов лучше я смотрел. Ты украл у меня 30 минут жизни, еще один коммент. А, это, знаете, это первое видео моё на полмиллиона просмотров. Первое видео, когда мы скотчем москвичевский дырявый диск, прогнивший, стоявший в земле 18 лет. Мы его заматывали скотчем. Да, потом я одел и доехал на нем. Он рассказывает, а ты только что еще украл 3 минуты жизни. А он до 120, еще у меня 7 минут. Ты сварку и херячишь 30 минут сваркой. Вы спросили смотреть на сварку? Смотрите, блин. Блин, Андрюха, верни меня назад. Мне надо зарядиться, что-то садится камера. Давай пауэрбан кину. А, давай. Подожди, ты мне отобьешь что-то. Сдохнет. Давай. Я не сам телепортировался. Ну, поэтому я не беру такие стулья, например, инверсионная крест. Ну, тоже. Нет, там есть блокировка. Я в этом лишь переломал все стулья, все стулья, которые можно было. Так, короче, вечер перестает быть томным. Что ж, ждем темноту, бородач. Ну, конечно, помню. В темноте ты... Мы, короче, с Андрюхой сегодня вместо костра будем скрасывать. Сиди, впереди, дужай. Я в среди буду, Паша, буду сжигать. Слышишь, ты... Павло, ты будешь моей правой фарой, Андрюха левой. Смотри, Руслан. Смотри, Руслан. Смотри, что-то не заряжается. Смотри, Руслан, для детей, да, по-моему? Да, да. Подписчики, вы знаете, и Руслана в школу, да? И что, а кто раз туда лучше бы на сварку смотрел? Подожди, а Яна смотрю, как смотрит машину. Сиди, где калечные педальки. Сиди, где калечные педальки? Это ноги надо, это. Это ты, Руслана, Руслана. Яна, идем, расскажешь про машину. Блин, что-то я перевернулся. Можете назад меня поставить? Яна, что ты сделала со мной? Блин. Ты что? А это нога там застряла. Ну, повыпадали, телефоны вон валяются. Посмотри, за 30 тысяч выпал телефон. Валера, он тебя троллит. Мне кажется. Валера, идет съемка, верни меня на место. Павло, блин, косой бородач. В земле не надо, в земле мне. Помой, иди, помой в Десне, помой. Да, отцом, другим, концом. Блин, не попал. Еще раз, да. Из горла выскочил. Давай я тебе третий раз запойду. Валера, закинь вот этот раз. Ну, помоги сарделину. Свет ЗК снял. Да, блин, криво... Криво... Валера, друг, меня защищает от этого жлоба. Давай, раз, давай, конкурс. Раз, 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 почти. Ты так все жратвы потратишь, идиот. Пойдет, еду, поднимай тух. Да нет, ты что, дурак, ты выбьешь зубы мне. Ты выбьешь зубы, идиоты. Да ты выбьешь зубы, ты что? Да ты сломаешь мне челюсть, убери. Зато очки останутся цены. Давай маленькую колбаску. Кофтед любишь? Блин, я тут перевернулся, они глумятся. Да давно, и ой, что ты делаешь? Да, колбасой тебе заехал. Шоколадная колбаса любишь? Потеплела? Да переверните меня, я, блин... Ты так сломаешь его. Так, блин... Он складывается, это же как мышеловка сработала. Ай, так сломаешь, ты что, дурак, что ты делаешь? Зверь. Мышеловка сработала. Блин, да не, уже я так не сгибаюсь. Давай, давай, еще давай, сильнее, Русик. На камеру. Да давай, с камерой. Камеру на, я так не... Я так не перевернусь. Жирная мышь хавала сыр и попала в миску. На, за ноги подтяните меня. Давай камеру, отстегивай. Капельницу отстегивай. Блин, КТ-бабыни. Ты не стыднешь так, Руслан? Пауэрбанк перевешивает. Давай. Там с другой стороны у тебя телефон. Пой, что-то трещит у тебя позонок уже. Так что, не проживать придется. У тебя справа там другой телефон лежит. Давай. А, подожди, давай, а то ты потерял много сил. Верни ему. Верни ему энергию. Потерял много сил. Телефон лежит справа. Да, пофиг. Выкидывай это, Валерин. За 30 тысяч. Нет, это мой. Блин, давайте назад лучше меня. Назад уже все. Время не вернуть назад. Это инверсионное кресло. Я боялся, чтобы со мной так не произошло. А, так оно лечебно. Оно сейчас еще вылечит его. Давай. Сейчас у тебя геморрой назад. Вообще везде. Голозной геморрой, все. Смотри, зрение возвращается. За вас проходит. Павло. Эти шрамы рассосались. Ну, давай уже. Руки. Да нет, не будем, ты что. Давай с тропой. Так я что, до ноября так буду писать? Или что? Пока встать, то не приедет. У него как пошеловка сработала. Стул складывается, и сейчас его выдавит говно из него все. Я выбью из тебя это керебом. На, Бера, поснимай, я фотку сделаю. Там фотки на ходу сделай мне. Ну, Вера переживал, что и вы избуки не тащишься. Правый верхний угол, там фотоаппаратик нарисован. Ну, давай, хорош уже, и спасся, и спасся, и спасся, и спасся. Переворачивайся, давай. Давай мелочь. Открывай монетоприемник. Вот это друг, вот это друг, Валера. Спас, блин. Сломал таки. Так, конечно, сломал. Да нет, ну целенький. Да сломалось уже, все. Ты знаешь, сколько Руслан стул стоит? Сука, сколько ты жратвы испортил, сволочь. Ну, все, мы теперь на Запорожье уезжаем. Ну, Павло. Ты опять в него съел? А где Запорожье? Да не, я больше не буду. Да, блин, рассмешил просто Павло меня. Так а что ты колбасу не съел? На. Слышишь? Ты помнишь, как ты меня сардиной накормил, которая два кордона прошла? Два. Три? А одну открыли только. А, два раза съездил. Вторую увез. Так, блин, хорошо, она не сразу подействовала. Я успел домой доехать. Подожди, я вас с Яной опять сфотографирую. Или кишки вник. Да, да, смотрите друг на друга. У нас тут только ровно были. Ё-ханый баба. Меняемся? Давай. 400 долларов доплата. Руслан сегодня щедрый. Неси, Русик, заберут. Смотри, Руслан, ты можешь ловить и пожарить. На вот эту. А на эту? На эту, Паша, не знаю, сколько я наставлю. 17 тысяч доплата. 17 тысяч доплата. Долларов. Евро. Американские. Да, да. Да, конечно, по-другому же никак. Давай сначала. Ну ладно. Куда шли? Подружание было. Шли на компьютерный клуб. В юности. Тогда не было компьютера, что ты брешишь мне? Ну, были. В твоей юности не было. А, в моей свете не было? Говорит, твоей юности не было света. В твоей юности не было юности, Руслан. Не, рынок юность был уже. Чего? Да, в твоей юности не было юности. И мы заходим в ночной ларек, ходили на ночь играть на игровые туда и брали там, ну обычно с собой, что там, 2 литра пива брали и сухарики с френом и холодцом, да. Ну это же идем затариваться, в ночник он один там работал. Так холодец в ларьке продавали? Да. Ты купил сухарики со вкусом этого, сгоревшей электропроводки. Да, 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 поменее. Так, не у меня, блядь, фернел. Это что, распаковал? Я говорю, блядь, по-моему, проводка. Плава бога, блядь, блядь. Слушай, что-то там, типа, там, барбекю было. Там, типа, там, шлярики, там, что-то, колбаска барбекю или что-то такое. А мы едем, мы точили вместе с Олежкой. С Олежкой, они жрут, распаковали, и ходят. А я такой на унимон. Это когда перевернулись? А, в Чернигу, когда я ехали. А, в Чернигу? Когда я в Венеции был. Когда Паша себе ногу резал, я ему отстрелил шмеля. А, да. Нет, ты ему отстреливал что-то выше, чем шмеля. А, шмеля. Выше уже некуда, выше только... Только отец Павлова и все. Грасть-то яйца и жарит колбасу. Ну, короче. Руслан, смотри, льда пролетает мимо, а ты торгуешь. Сейчас наловим хрущей, накормим его. Заходим в ларек и начинаем что-то покупать, заказывать. Там уже что-то, все там, или что-то, сухарики. Вот, а товарищ, смотри, что-то глазки забегали. Малыш погонял у него, Саня, если смотришь, привет тебе. Вот, а он такой здоровый, бугай, короче. Я смотрю, глазки забегали, он думал, что-то зажухарил. Я тоже. Выходим с комка, ну, идем же, идем. Руслан не помнит, тупит, по-моему. Про шоколад. Тихо. Не рассказывайте зрителю. Идем, а темно, ночь, короче, и он идет. Что-то точит, говорит, сука, это самое... Так, а проводкой воняло тогда, или нет? Нет, проводкой потом воняло. И это самое, а что такое, что ты ругаешься? Он, да, шоколадка просроченная. Украл просроченную шоколадку, типа, в старька, и, блин, просроченная, представляешь? И что, как побежит в кусты, или что? Выходим на свет, он покажет, глянь, говорит. Короче, он наполовину перегрыз, а муляж, чтобы там, китикет или что-то такое, муляж, пластик. Он же с пластика, чтобы вес соответствовать, он, ну, целый на литой пластик, короче, как бы. И мы уходим на свет, и он наполовину его перегрыз. Вот он шел, ну, там, шо, мы там прошли, там, не знаю, только отсюда, там, до дерева, знаешь, там, вышли. Ну, там, метров, там, 20-30, прошли, короче, и он же идет, что-то там ругается, что это есть, короче. Они не с алюминия были, да? На вкусе. Не с алюминия были? Да, ну, я не знаю, там аналоги ваших. Я тебе говорю, что, реально, пластик, как бы, он показывает, я говорю, ну, как бы, брось. Это, это, а он не понял, что это муляж, и... Доел, ел. И нет, 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 ну, выбросил, потом ему сказали, что-то, типа, ну, пластик. Ну, упаковку выбросил, да, пластик доделал. Ну, просто, что-то, за короткое время, он перегрыз на половину, такой, чувак здоровый, видишь, зубы здоровые съел. Что-то, ты не... Ты такие первичные рассказываешь, блядь, то ты траву, то пластик, вот, шоколадку, пластик, то белую, то шоколадку, это... Мне кажется, что-то вы разошлись. Тут в кадр сколько не попало сегодняшних рассказов, да? Да, Валера, я не рассказывал про, повечая тебя, про лесбийский секс. Валера. Руслан, улетает еда вся твоя. Валера, у тебя ноги, как у Наоми Кэмпбелл на этом фото, сейчас я тебе говорю. Длинные, длинные, посмотри. А ну, Паша, скажи, какого штана... А, нет, это у тебя туловище короткое просто. Какого штаны называются? Наоми Кэмпбелл черное, блин. Ты какая разница, ноги, мы же про ноги. А ты расист. Ноги-то одеты, их не видно, когда в штанах. Может, у Валеры тоже они черные. По-моему, ты его возбуждаешь, Валеру. А у Валера уже кроссовок предстал. Эти арене вместе уедут сегодня. Павло, глядь. Друга, блин, это такие делать. Сколько, знаешь, не видели столько лет, да, с друг другом? Слышь, Валера, Валера, так а когда ты теперь приедешь? В 2027-м где-то, в следующий раз? Валера, только воды у Чеклога. Смотри, на отличие от других, я все-таки приезжаю. Андрюха, лови детки. На Ниве катаюсь, в отличие от... Крой рот, закрой глаза. Когда на нормальной машине приедешь? Все время она нормальная. Ты сможешь догнать и схватить зубами от хруща? Блин, навязчиво, понял? Он в прошлой жизни, кто хрущей ловит? Воробьем был бородач. Да не, ну куда воробьем? Воробьи не ловят. Хрущей может воробья зарядиться. Вороной, блин? Не, ну птицы, наверное, какие-то большие. Я думаю, ежики хрущей ловят. А, может быть. Ты ежиком был бородач? Не, они же падают, они бьются обоих. Свет падает на землю, короче, их там куда с земли съедают. У меня возле столба хрущей много, бьются, их были, не валяются. Ты же не... Брось бородачу координаты, он приедет съесть. А зоология, что бы сня было? Да фиг знает, 4-5. Это... А, зоология, да? Это зоология. Это наука, изучающая животных. Да, да. Краски, шпаклёвки. Захлопнул. Давайте его перевернем вместе с этим. На дискотеку. Я хотел показать, что Руслан будет сейчас ехать и ужинать. Ловить хрущей. Руслан на ужин поехал. Это сомненько открыл рот. Андрюха, ну давай, как будто ты ловишь хруща, а я запускаю хруща. Давай, давай, да. Подожди, я слоу-моушн включу. Стой, подожди. А ну, покажи, как подъемник работает. Валера, перестань заниматься. Валера, Валера, Валера. Отойди, ты шо? Не надо. Не, не, Валера, Валера. Не, не, иди на это, на Ниве рисуй. Перестаньте продукты. Это чужой кетчуп вообще пацанам отдать, надо на кордоне будет. Хорош еду портить. Ну, приклеивай давай. Супер клей, блин. Да, вообще, Таяшка, заступил за запорожец уже. Сейчас Руслан уедет. Посмотри, вон роится еда твоя, Руслан. Да то твоя, у меня помидор свой. У меня личный помидор на капоте будет. Давай, королева Дельгакалон. Кто, Валера? Харон. Харон. Валера. А он, кстати, похож на нее. Нет, молнинг не будем трогать. Молнинг нет, он же в оригинале, он очень дорогой. Хороший, да. А он не приклеится. Он не приклеится к нам. Ну, уйди, Валера. Валера трогает. Теперь у нее как штабель. Валера, ну сваливай. Зачем сваливать? Бип-бип-бип-бип, сука, с дороги уйди. Да помидор клею, подожди. Не-не, лобовое не трогай. Убери, нафига ты лобовое портишь. Это, знаешь, как такси, короче, а зеленый нет у тебя? А урец приклеить будет. Да не, ну ж там перекрывать обзор будет. Что ты делаешь? Будет как шашечки. Бородачу на морду приклеи, а не с помидором нос ему сделай лучше. Ну, ладно, там, не знаю, там, фигарета, зажигалку, блядь. Так и Валера с клеем. Мне кажется, что у нас... Сука, ну, кубики с... Сука, стекло только испачкал, блин, говном этим. А ну потом ножом сотрешь. Не руками ножом сотрешь, потом высохнет. Крусан. Короче. Валера, подожди. Скажи, какое предложение ты мне выдвинул. А то я не успел включить камеру. Это ты потом дома можешь. В общем, Валера говорит, не хочу ли я, как Илон Маск, отправить в космос Запорожье. Что это плюнул? Бородач говорит, первое ДТП в космосе. Говорит, если там родственник встретишь, то канал точно поднимется тогда. И ДТП. Ого, что-то с костром тут. Солярка? Какой-то костер у нас радиоактивный такой. Сейчас мангалом пропорит, штаны себе разорвет, мне кажется. Там же днище прозрачное. Все, карбюратор опять стоит, тот, что стоял вчера. Блин, столько работы. Он работает все хуже и хуже, блин. Искоритель не работает. Я думаю, что доехать будет непросто. Что-нибудь пробовать еще.